Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Мастодонт, и вашему вниманию хочу представить замечательное сражение в режиме 3 на 3, карта Пармине. Наша команда за сестер битв играет Девил, за Уорков играет Гарфик, и, собственно, я играю за Космодесант. Противники за Хаос играет Дредноут, еще один Хаос, сам юзер, и за Тау, Сэдмэн. В общем, Ксеноси эритики против нас, правда, за нас тут орки, которые решили биться. У игроков, наверное, кто играет в Soulstorm знают, что тут неплохие игроки собрались. Все довольно играют неплохо. Играю я через казармы, когда вы играете против опытных игроков, там, в НН, залов и так далее. Не играйте через оружейку, это гиблое тело, потому что хорошие игроки всегда будут сражаться на начальных стадиях. У них будут всегда войска, если вы где-то дадите слабину, вас продавят. Поэтому надо уметь держать удар. И только держать удары, еще и ответить достойно. Поэтому я играю через только один отряд разведчиков и второй отряд захватчиков, у меня в виде космодесантников. Уже ко мне бежит враг. Враг летит, а не бежит. Это ТК, Империи Таун. Он прогоняется отсюда нашими совместными усилиями. Все вяжут его в ближний бой. И космодесантники, и шуты орков, и Мег бежит. В общем, никто не даст ему просто так стоять и настреливать. Ну, тут за него вступается Лорд Хаосом. Ну, и Командор Мег тоже подходит с нашей стороны. И, в принципе, теперь и мы можем их прогнать отсюда. Лорд Хаоса дает слабину, отступает. И я начинаю наступление на войска Империи Тау. Бойные огня под обстрелом шутов. Отряд космодесантников вяжут герои Империи Тау. Естественно, их никто не даст ему стрелять. Командор настреливает со своего болт-пистолета и теряет Тау своего героя. В итоге мы смогли достойно ответить. И продолжаем наступление. Пытается Дредноут отдефить своего союзника. Подводит сюда отряд космодесантников Хаоса. Надо прогнать войска Хаоса. Надо, чтобы Орг помог мне в этом деле. Сектанты были убиты. Продолжает клепать ХСМов Хаос. Понимая, что их давят. И надо хоть что-то нас память. Зря тут Мег ударился в генераторы. Надо расстрелять ХСМов. Побольше их расстрелять. Хоть Мегом лучше вязал бы этот отряд ХСМов. А то, видите, он шуты под обстрелом. Лорда Хаоса, ХСМов. И в итоге Орг потерял очень много войск. Из-за того, что Мег отклекся на генератор. И я тоже несу огромные потери. Приходится отступать. Орг вообще потерял всех своих шутов. И, наверное, с помощью телепорта будет спасаться. Да. Атака провалилась. Первым делом всегда сначала расстреляйте войска противника. Потом уже ломайте постройки безопасности. Потому что потеря этих войск очень сильно сказывается по экономике противника. Должен новые отряды делать, пополнять. И в итоге потратят ресурсы туда, куда ему не нужно. Орг потерял целый отряд шутов, которых он пополнял. В итоге огневая мощь у него уменьшилась. Это неприятно. Тем временем сестра тоже не теряет времени. Снимает реликтовую точку. Он тут сам юзер, видимо, прогнал. Ну, дредноут бегает. То дефит базу Тау, то сам юзером. Гиджи пишет сам юзер, уже сдается. Горда Хаоса делает. Митя решил он без войск играть, видимо, в начале. Хотя есть оружейка у него. Плазменные пистолеты. У избранных, у лордов Хаоса. Снова орк под обстрелом. Все это огромные потери. Потерял он своих рубак. Ну, шутов, видимо, там сделал. У меня надо готовиться на базе новые войска. Серые с капелланом. Тут, наверное, надо было поставить оружейку. Решил я сделать снайперов. И теперь моя очередь атаковать. Орк прыгает за спину. Расстреливает вон культапов, которые пытаются сзади капить. Но отвлекает на себя очень много урона. Тем временем я пытаюсь разобраться с наблюдательным постом Хаоса. Да, орк очень неаккуратно играет. Уже второй раз теряет войска. Пытаюсь декапить реликтовую точку. Видимо, не дадут мне этого сделать. Заряжаю в обилку серых рыцарей. Замедлил тут воинов огня. Вот теперь бы он прыгнул бы сюда, да? И расстрелял бы этих воинов огня. Выдерживаю я неплохой урон. Стою. Перестреливаюсь. Капеллан дает возможность принять урон. Перестреливаться. И лорд Хаоса тоже будет вынужден отступить. Значит, он погибнет. Элитовая точка не задекапена. Это печально. Там тяжелые болтеры у ХСМов. И это неприятно. Ой-ой-ой, больно, больно. Я в антиковер зашел. И там еще и избранные начинают издавать боевой клич. Командор принимает на себя много урона, ведь все фокусят именно командору, поэтому отряд командования живет. Ой, отряд командования. Космодесантники живут. Рыги все еще я и держу оборону. Этот островок. Не отдаю я противникам. Все это время я отвлекаю на себя всех противников. Даю возможность союзникам действовать с других флангов. Но тут уже метка от следопытов, болты от чернокнижника залетают. В итоге капеллана бы не потерять бы. Командор с космодесантниками погиб, к сожалению. У Дэвила самолеты. Снова он снимает реликтовую точку. Орк. Пока что бездействует, потеряв свои войска. Четвертый самолет. Невидимки есть у Тау. Это проблема. Для самолетов сестры. Так, ТК убит. Отлично. И предвестник. Ой, предвестник. Небесный луч. Тау. Этот небесный луч тоже неплохо будет справляться с самолетами. Плюс и пехоту раскидывать. Рудноут разъезжает в ПТ-Р. Тут, наверное, я зря в атаку пошел. Теперь сейчас меня накажут. Я понимаю, что тут уже убегать бесполезно. Поэтому хотел принять бой, но чернокнижника заступил моих серых рыцарей. Как заступил? Использовал оббилку цепи боли и застанил. Сам юзер все это время течился до Т3. Вот он почему играл без войск. Призвал принца демонов. Тау призывает своих союзников идти в наступление. Мой наблюдательный пост под обстрелом. Я переходил в Т3 и в успешном порядке ставлю храм бога машины. А с другой стороны сам юзер не может реализовать свое Т3 никак не может, потому что тут самолет и сестер отлично справляется с пехотой. им надо было скооперироваться вместе пойти в атаку. Есть Т3 у моего союзника древние орки. Есть также бомбовоз чтобы раскидывать пехоту. Я в Т3 переходил, но я не собирался там. А я в Т3 не переходил даже. Я в Т2 все еще обманул. Ведь я начинаю делать дредную поддержку, потому что понимаю, сейчас могут прийти и раздавить нас. Надо что-то делать, иметь хоть какие-то войска. Скачаю увеличение количества техники. из черепок, чтобы подсвечивать невидимок. Пытается снять реликтовую точку мне с Эдмен своими следопытами. Заградительные огонь от небесных лучей. Там невидимый бронебойец справляется с техник витал. следопыты все-таки сняли реликтовую точку. Тут атака Тау захлебнулась. Видите, сделал пару дредноутов поддержки и все. Тау уже не может атаковать. Два хаоса решили тут сестру снести. Сэдмен обижается на союзнику, пишет серьезно, почему вы типа не помогли мне, Тау снес бы, если бы вы подошли бы. Примещается орк, чтобы помочь сестре. тут атака хаоситов тоже захлебнулась. Я снова тут захватываю островок. Третий дредноут поддержки подходят. И серый с черепком, чтобы невидимки не подлетели и не расстреляли. Снова ко мне едет этот дредноут. снова тэпи боли. Чтобы мои серые не двигались, да? с черепком, что-то не везет. С черепком, что-то не везет. тем больше, тем лучше, чтобы пехота вообще не стреляла. С черепком, что-то не стреляет. не оооо, несурубка. несурубка. эти все используют максимально твои силы кто там кроме сам юзера который течился dota 3 остальные все играют на всех стадиях игры на начальный на среднем сам юзер отбросил войска сестер селестянки чего не сделают им надо отступать одержимые сейчас сожрут их мы и мы тоже отступаем корт потерял очень много гипсов я потерял своих дредноутов поддержки качели дело в том что всегда надо собираться вместе когда мы их атакуем базу да они начинают собираться вместе на базе им легче собраться таким образом они отбрасывают нас назад вы тоже ведь атакуем не все вместе сестра например вообще играет на своем краю я тоже нахожусь только на своем краю потому что я никак отсюда не могу уйти постоянно если как только отступают тут же то у наступает на меня а орк бегает то к сестре только мне у противников такая же ситуация например тут нету сам юзера сам юзеру захватывают свою реликтовую точку я потерял свою реликтовую точку пытается своими невидимками расстрелять моих дредноутов новые кицы пополнены используя обилку библиария бессмертия пытаюсь расстрелять тут максимально ауситов но одержимые решили повязать моих терминаторов поэтому срочно надо отсюда отступать и забираться центра орбитальной связи одержимые были расстреляны гипцами орка сестра вот решила помочь святая в оплате вышел у меня командор видите мы на своем краю тоже собрались вместе и отогнали противников вот сам юзер идет в одиночку вот так ну тут святая машина наказание сестра легко отобьется больно больно терминатором надо спасать их срочно надо расстрелять невидимых либо прогнать хотя бы а и а и 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 Ой, неправильно. Облитераторы уничтожены. Подключенную точку я захватил, тихушку. Пойстатал откликлись на нее. Идет контрнаступление. Сестра снова пытается атаковать базу сам юзера, но его прикрывает дредноут. Орбитальный удар. По базе Тау от Командора. Очень неплохой орбитальный удар я считаю. Дредноут начинает сказываться против сам юзера. За то, что он тетился. Разведусь, тут же снимаю точки. Снимаю точки. Облитераторы дредноута. Пусть еще и ТСМ дредноута тоже. Терминаторы. Штурмовые терминаторы обратно вернулись. Библиарий погиб, к сожалению. А этот баг тем, что построено, возвращаются эти терминаторы. Сестра тут все-таки смогла перебить сам юзера. Сам юзер ничего не смог, дредноут обиделся на союзника и вышел. Я думаю, получился отличный бой. Да, тут дредноута, лэнда, ничего такого не было. Зато было много серых рыцарей. Еще и дредноуты поддержки. И часто я делаю их за космодесант. Только тогда, когда ситуация вынуждает это сделать. Дэвил по армии набирает 965, Гарфик 710, я 635, у меня убито 64, потеряно 65, уничтожено построек 10, потеряно 3. Ресурсом топ-1 занимает Дэвил и самый технологичный дредноут. На этом все, ребята, не болейте, услышимся, пока.